книга открытым оком тема суды том 12 вопрос 2017 на 2731 если не было у вас не и не если не было никакой у вас встречи с коммунистом и диалог идеологом то с чего же он все это придумал о вас в книжке своей но хотя бы что-то было ну хотя бы что-то было поводом для его писанины отвечает игнатий тихонович латкин было и не на пустом месте он писал свои мемуары по всей вероятности дело с описанием морозовым и в книге полюшка поля на странице 242 250 выпущенная в 2003 году в кавычках встречи с лапкинов в потеряевке обстоит так 1967 году когда я лапкин и гнати тихонов не жил и работал в городе эскитиме новосибирской области ко мне на дом прислали приглашение на вечер выпускников школы прошлых выпусков в селе корчино мамонтовского района мой адрес школьники узнали от моей сестры валентины 1952 года рождения живущий ныне в новосибирске улица керченская 63 новосибирске 68 улица керченская 63 а тогда она жила в интернате в селе корчино я ответил им подробно о своей нынешней жизни и о том какие произошли в моей жизни перемены я рассказал что обратился ко христу оставил учебы в мореходном училище написал несколько стихотворений известных авторов это письмо с открытками попала в интернат где учащиеся стали его переписывать от руки бдительное око заметила этот уклон отняли письмо как писала мне сестра валя и отправили его в крайком мамонтовского райкома кпсс а там конечно же оно должно было получить раскрутку через секретаря по идеологии каковым в то время являлся там морозов н.и. конечно же меня он там не мог видеть так как это было зимой и он направил это письмо в эскетимский райком кпсс а те спустили в местное кгб бог дал мне память и я еще веду дневник более 40 лет не пропустив ни одного дня вот откуда я это отлично помню меня вызвали на собеседование в здании военкомата такова была тогда установка чтобы не в здании кгб происходили встречи причина была совершенно надуманная что-то спросить меня о прошлой моей работе в армии где работал инспектором зданий в ракетных частях дальнего востока беседа была и о письме как бы между прочим но рядом с военкомом сидел человек штатском и внимательно слушал однажды уже весной проходя по городскому мосту переходу в эскетиме я услышал как кто-то громко окликнул меня подошел сильно подвыпившие коренастый человек и широко улыбаясь схватил меня за руку и долго тряс ее он буквально сиял я спросил его кто же он он ответил что капитан кгб и тогда в военкомате он сидел рядом с военкомом молодец здорово ты их припечатал ну держись молодец знакомый верующий устинов а и улица из китимская 7 приговоренный еще при старине к расстрелу за веру во христа но потом получивший 25 лет гулага и еще восемь лет ссылки и поражение в правах сказал это очевидно к новым гонениям начав описывать свою ностальгию уже в 2003 году морозов вероятно нашел свои записях это упоминание о нашей с ним в кавычках встречи и начал описывать придумая себе роль победителя мракобеса он не случайно ни разу не указал на 8 страницах своих воспоминаний в кавычках моего имени и отчества любой психолог скажет что мои имя и отчество звучные поэтичные и потому он никак не упустил бы меня назвать но в записях у него не было указано а разузнать поленился и при том описание моего внешнего вида совершенно не соответствует действительности что я и доказал принеся в суд 12 фотографий того времени морозов как сочинитель в кавычках взял с собой в небывшую поездку своего спонсора предпринимателя и решил его увековечить в споре с лапкина морозов никак не ожидал что это книжица опус попадет мне в руки и потом его потянут за ложь в суд если бы морозов и был хотя бы чуточку верующим он был стал судей попросил прощения отказался от написанной глупости и мы бы вместе с ним тут же попросили бы у бога прощения чтобы господь не покарал его за несусветную ложь в присутствии суда самый большой ляпсус самую блеющую козу подложил морозову его единственный в кавычках свидетель валерий иванович катценбиллер запротоколировано отныне и навсегда секретарем суда что морозов и его в кавычках свидетель познакомились друг с другом только в 1971 году а были в потеряевке по их словам то есть описанная в книге в кавычках события по их показаниям было примерно в 1975 году когда валерий иванович стал директором дома научной книги в коем сане он и был в потеряевке как там написано не говорю о сплошной несостыковки их показаний где меня видели кто такая учительница присутствовали валерий иванович на той беседе сколько был учеников в классе а их было всего 12 в трех классах и потому и не могло быть рядов в классе вместо иконок как стали на суде утверждать были раздаваемы мной ученикам маленькие библии и молитвенники это в 1967 году но самое главное в том что в 1962 году в марте потеряевка исчезла полностью а школа прекратила свое существование в мае 1971 года то есть до в кавычках как бы цитата приезда морозов потеряевку за три года в апреле 1968 году я уже переехал в барнаул что подтверждает и моя трудовая книжка и прописана второй строительной 25 июня 1970 года события на котором настаивает морозов было только в 1967 году так как 27 сентября 1966 года у меня было бракосочетание учитывая что я по описанию было с женой в потеряевке и с нею хулиганил в школе коммунисты путем бесчисленных фальсификации погубили более 66 миллионов людей подумаешь какой-то богомол да мы на него найдем управу и через 37 лет такова суть размышлений морозова матросова который и на суде жаловался за бесчисленные свои болезни в купе со склерозом да где ему помнить эту историю когда только в своем заявлении в суд он три раза неверно напечатал имена и название из моих газет и меня нарек к тимофеевича теперь уже из этой исторической даре морозов быть может что-то мог бы переосмыслить но что же они меня за что же они меня травили 40 лет когда им не давал никакого повода он нашел что в те времена была статья у к рсфср 142 года о религиозных культах нарушениях верующими место да у к да про прошу прощения он нашел что в те времена была статья у к рсфср 142 о религиозных культах о нарушениях верующими место моления вот теперь они решили меня вогнать в эту статью чтобы не столь зверски выглядел их хваленый ленинский принцип свободы совести без совести ничего лучше и не смог морозов матросов придумать как затарить меня в школьный класс и чтобы я там что-то несусветное сделал и вот он бы меня якобы милостиво выпустил на волю однако теперь запятнал в своем шедевре но морозов привел суд свою очень больную жену за ивановну тоже историка она утверждает что была такая встреча со слов своего мужа говорит что обсуждение у них в райкоме было тогда такое потом привел он и сына директора потеряевской школы ульяны ивановны ивониной 1925 года рождения и уже умершая ныне доктор исторических наук александр романович ивонин припомнил что мать что-то говорила насчет посещения школы кем-то и она еще сомневалась правильно ли она сделала что не разрешила сказать ученикам а тут уж под кузьмила надежда васильна моя жена она была в 1967 году у моих родителей и мама моя мария егоровна попросила ее сходить в школу узнать как учатся меньше моей сестренки танюша и марфута надя и пробыла на уроке и ничего там больше не было и она же была в школе в корче но у сестры варе вот это они запротоколировали простое пребывание жены так перепугала их что они сварили вот такую историю с в кавычках вторжение в класс никто на землю вновь не возвратиться чтоб снова жить в бессмертии купаясь уж если с плотью хижиной простился до страшного суда лежать не слушать баек землей сравнялись братские могилы но души тех кто бился и страдал там на том свете не врубить мобильник не сообщить куда навек попал окончились идеи разногласия попытки завладеть и в рабство подчинить дела земные обожгут украсят там нет начальствующих кончились чины иное измерение и видение земля молекула и пакостный микроб где неизвестно за пределом зрения хранит на судный день мой гроб так для чего же за идею бьемся прах называли родиной отчизной а о душе не пропеклись мы вовсе теперь бесплодное раскаяние близко не дай нам бог не приведи господь при жизни этой не родится свыше провозглашая госпожою плоть души же бедные стоны не расслышать короткий миг миллимикрон секунды и даже меньше и короче жизнь забыл гиену ад и ужас судный обились за фашизм за коммунизм допустим встретиться в аду или в гиене в одном котле с адольфом ленин сталин на обольщение там не переменим не применим твой гений о чем бы говорить пигмеи стали представить царство божие и рай их разница пока непредставима и там апостол павел сумел он нас собрать в той книге жизни и мое есть имя 18 марта 2005 года игнатий лапкин мм м м м Продолжение следует...